Всем привет! Вы на канале Профифутбол. И в этом видео покажу вам упражнения на координацию и быстроту ног, которые выполняют на координационной лестнице. Но я знаю, что у многих ее нет, как и у меня в принципе тоже, разве что только в клубе. Поэтому покажу, как выполнять эти упражнения с фишками, которые более доступны. Их можно купить в любом магазине, но при желании, если у вас нет денег или рядом магазина, можно чем-то заменить. К примеру, там камушками, чем угодно. Но вообще эти упражнения очень полезны. Они развивают координацию движений, быстроту ног, мышление, устойчивость, равновесие. То есть все те качества, которые очень важны футболисту. Но перед началом этого видео обязательно поставь ему лайк и подпишись на канал, если ты тут впервые. Спасибо, а теперь давайте начинать. Итак, а сейчас я буду показывать вам упражнения, начиная от легких, переходя к более сложным. Но сначала нам нужно расставить фишки. Первое упражнение – самый обычный бег, но только нужно наступать между фишками. Второе – то же самое, но только бежите боком. Третье – прыжки с двух ног. Четвертое – прыжки, но только ноги раз в сторону, раз в месте. Ну а сейчас на примере этого упражнения я объясню вам, чем отличается координационная лестница от фишек. В координационной лестнице есть боковые полосы, за которые нужно выпрыгивать или выбегать, когда вы делаете упражнения в полную ширину. Но если вы делаете упражнения прямо или работаете на одну сторону, тогда эти боковые полосы вам не нужны. Вообще расстояние между ними приблизительно полметра. И для того, чтобы делать упражнения неправильно, нужно делать его как-то так. Не думаю, что многие из вас делают эти упражнения настолько узко. Вообще я не спорю, что координационная лестница лучше, но не настолько, чтобы отговаривать себя не делать эти упражнения, потому что у вас ее нет. Но если вы уж так сильно хотите создать эффект координационной лестницы, то можете на расстоянии 15 см от каждой фишки вдоль них положить себе что-то, что будет заменять вам линию. Но я не думаю, что это особо нужно. Ну что ж, а мы продолжаем. Пятое – перекрестный бег. То же самое упражнение, которое делаете, когда разминаетесь, но только чуть посложнее, потому что нужно наступать на каждый шаг между фишками. В последующем я буду вам показывать упражнение на одну сторону, но выполнять его надо на две. Шестое – разножка. Сначала наступаете между фишками только один раз, затем каждой ногой по разу. Седьмое – встаньте между фишками и начинайте так бежать, чтобы у вас две ноги постоянно были между двумя фишками. Восьмое – одна нога работает вперед, а другая боком переступает через фишки. Девятое – обе ноги должны поочередно оказываться между двух фишек, работая при этом вперед-назад. Десятое – обычный бег, но только между каждой фишкой нужно наступать два раза. Одиннадцатое – тот же самый бег, но только боком. Двенадцатое – прыжки. На одной ноге прыгаете вперед и назад, но приземляетесь уже на другую. К примеру, на правой прыгаю вперед, назад, но приземляюсь на левую. На левой также вперед, назад, приземляюсь на правую. И так далее. Тринадцатое – бег боком. Две фишки вперед, одну назад. И так снова, пока не дойдете до конца. Четырнадцатое – бег вперед-назад, при этом нужно наступать обеими ногами между фишками. Пятнадцатое – перекрестный бег в обе стороны, но наступать между фишками вы должны той ногой, которую заносите за другую ногу, если можно так называть щечкой. Вот смотрите, левую ногу ставите параллельно другой фишке, правой наступаете, переносите левую ногу, и теперь уже правую ставите параллельно следующей фишке, а левую наступаете. И так поочередно. Ну а сейчас я объясню вам, почему я так медленно и подробно объясняю каждое упражнение. Я наблюдал за тем, как в детских иношных спортивных школах тренера показывали похожие упражнения своим ученикам. И объясняли они их очень подробно, шаг за шагом. Делается это потому, что начинающие игроки не могут понять, как и куда ставить ноги, когда видят новые для себя упражнения. И чтобы научиться, им нужно медленно, пошагово показать, как и куда наступать каждой ногой. Поэтому, если у вас не получается какое-то упражнение, не расстраивайтесь. Медленно, шаг за шагом, пройдитесь и поймите сначала, куда и как ставить ноги. А затем постепенно увеличивайте свою скорость. Ну что ж, а мы продолжаем. Затем делайте то же самое, только наоборот, первым шагом, то есть как бы внешне наступаете между фишками. Делайте частоту вдоль фишек и между каждой наступаете одной ногой. Семнадцатое. Бежите зигзагом, но между каждой фишкой нужно наступить два раза. Соответственно, первой ногой, которой вы наступили между фишками, той ногой наступаете в сторону. Восемнадцатое. То же упражнение, что и пятое, но только тут вы не прыгаете, а бежите, в чем и заключается сложность. Начинать проще так. Две ноги поставили на ширине плеч, первую приставили, потом вторую и начали. Девятнадцатое. В этом упражнении вы поочередно бегаете вперед, назад и в сторону, то есть совмещаете два упражнения, одиннадцатое и четырнадцатое. Двадцатая, на мой взгляд, самое трудное. Работайте вперед-назад. Но смотрите, та нога, которую вы ставите первой, должна потом встать между фишками. К примеру, первой у меня идет правая нога, значит, она встает между фишками, а левая полностью переносится на другую сторону. И теперь получается, левая нога шагает первая, и поэтому следующая, она встает между фишками, а правая переносится на другую сторону. И так поочередно. Ну что ж, вот таким вот получилось это видео. Я надеюсь, что оно было для вас полезно. Если так, то ставь обязательно лайк. Кстати, следующее видео также будет очень интересно, поэтому нажимай на колокольчик, чтобы получить уведомление и не пропустить его. В нем я покажу, как танцует во время игр Криштиану Ганалду, а также научу различным движениям и танцам, и покажу, как вообще танцевать с мячом. Ну и на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok